Здравствуйте, мои зрители! С Рождеством вас! И прогноз на январь 2024 года для Скорпионов. Что ожидает наша Скорпиончика? Сначала то, что у меня идет с потока, потом я карты Таруснов, Тарудверей показываю, Ленорман, и сейчас у меня послание стихий. Так, значит, что ожидает наша Скорпионов? Так, мне показывают болото, болото, и сидит там какая-то лягушка и квакает. И такая зеленая, такая затянутая, затянутая болото, и вот эта лягушка, и дуримар, дуримар, знаете, как царевна лягушка с Буратино, по-моему, идет, да? Что дуримар там ловит вот эти вот пиявки, и вот это вот, поет эту песню, что затянула меня эта вся трясина, эта жизнь затянула меня в эту вот трясину жизненную. И одна лягушка сидит, как царевна лягушка, знаете, вот такая, и квакает, и квакает. Вот, о чем это говорит? Это говорит, что вас быт затянул в какую-то такую непроходящую трясину, и вас это тяготит, и вы хотите из этой выбраться, из лягушки превратиться в царевну лягушку. И вот эти вот пиявки вынимаете, чтобы оздоровиться, оздоровиться. Поэтому вот как вы, как какой-то тени будет у вас такое. Ну ничего, жизнь продолжается дальше. Цель намечена. Намечена эта лягушка, которая хочет стать царевной. То есть в январе месяце вы себе будете намечать какие-то планы, которые должны будут в проекции впоследствии свершиться. Вот, и вся эта вот тягомотина, эта вот мутная вода, зелень, в которой вы находитесь, она все-таки расползется и даст вам возможность реализоваться, реализовать свои мечты, там планы какие-то. Вот, а сейчас как бы вот этот дуримар, вот эти вот пиявки, значит, это говорит о том, что, ну, посмотрите за своим здоровьем, потому что пиявки, они очень хорошо как бы помогают оздоровиться. У них какое-то вещество есть, которое они впрыскивают, когда присасываются, впрыскивают в кровь, и у вас получается, как бы появляется энергия к действию в этом мире. Вот, так что не переживайте, выход все равно есть. Пиявки. Вот, так, что нам готовят для Скорпиона карты Тароснов? Так, Тароснов. Ой, так, смотрим. Вытаскиваем мы карту. Сейчас мы тут нашаманим, нашаманим. Так, значит, это идет рыцарь кубков. Вот, рыцарь кубков. Вот, о чем это? Смотрите, он, рыцарь кубков, находится под водой. Вот, как я вам говорила, вода, трясина. И он пытается медленно на вот этом, как рыбоконек, да, выбраться, выбраться из вот этой пучины морской. И как-то время у него там застыло, там циферблат идет, как-то время застыло. И он пытается вот это вот выбираться, выбираться. То есть весь январь вам придется как-то вот разгребать какие-то свои завалы домашние там, да, какие-то проблемы, которые на вас бытовые наложились. И вот вы как-то вот погрязнете в этом во всем, скорпионы. Ну, знаете, какие-то проблемы тоже надо когда-то решать. Вот, кто-то, знаете, оно проиграется у каждого по-разному. Может, кто-то влеет в шкаф свой, плотиной, и начнет выбрасывать все вещи, которые вот уже старые, давно не нужные. Нужно от них вот избавиться и будет выгребать это со всей квартиры. Это тоже очень полезное дело. По феншую, по феншую выкидываем старые, освобождаем для нового. Вот и все. Вот, так что попытайтесь в январе месяце вот это вот все старое отодвигать, отодвигать на благо, на здоровье. Для своего здоровья. Выбросить старые мысли, которые у вас какие-то вам там тяготили, да. Может, нам надо отбросить какие-то старые знакомства, которые вам и совершенно не нужны, как шелуха. Нужно их послать подальше, вот, которое оно вам не надо, а вы так через силу поддерживаете это знакомство. Да плюньте на них, да и пошлите их подальше. Потому что они вас завязывают в эту трясину, не дают вам выбраться и идти дальше. Понимаете? Может, и работа, которую вы там завязли в этой. Ну, разберитесь с этой работой. Закончите там какой-то свой виток. Может, вы другую работу найдете. Будьте там царем и лягушкой. Вот, так что попытайтесь вот как-то разобраться. Вот этот месяц для вашего внутреннего, как бы, ну, разбирательства в своей жизни. Так, теперь, значит, карты Ленорман. Что нам Ленорман готовит? Так, Ленорман. Вот, 22 дороги, смотрите, вот видите? Дороги, два дороги, две дороги, два пути. Вот, так что и через речку надо перейти. Вот, поэтому перед вами, вот, как бы, два пути. Вот, надо будет разгрести, и тогда вы пойдете, стоите перед выбором, остаться ли в своей тени водяной, вот, из которой там, смотрите, тоже как конек-горбунок вылезает. Вот, видите, из пучины речной, уже не морской, а речной. И вас будет, как бы, тянуть вот на дно, на дно. Ну, вот это то, что вы, в чем вы загрязли сейчас, вот, если вы от этого не освободитесь, оно вас просто утянет. Поэтому лучше сделайте выбор, и не переживайте, что вас ждет впереди. Ждет впереди всегда лучше, чем вы были, чем у вас было. То, что вы сейчас находитесь, это не лучшая ситуация в вашей жизни. Вот, так что разгребайте все шкафы, все свои знакомства, все-все разгребайте, чтобы дать возможность войти в что-то нового. Вот, вплоть даже, я вам скажу, до такой степени, что, ну, вот, у меня знакомая была, да, ну, она и есть у меня знакомая, и у нее, как бы, ну, не складывалась там личная жизнь, да. Она общалась там с мужчиной, который там очень далеко, в другой стране находится, и вот эта вот переписка длилась только по интернету. И то так, раз-два в три месяца. И я ей говорила, так не должно, так не должно происходить. Это вот как тягомотина какая, тянется, и все. Это ненормальное общение. А она считала, что она находится в отношениях. Я ей говорю, и она от этого страдала, понимаете, она от этого страдала, это же девушка эта. Вот, я ей говорю, ну, женщина-девушка, я ей сказала, говорю, ты знаешь, говорю, надо избавиться от старых отношений для того, чтобы пришли новые отношения. Если ты не избавишься и будешь тянуть вот эту тягомотину, новый мужчина к тебе в жизнь не придет, не придет. Заверши старые отношения, потому что оно так, оно будет висеть. Бог видит в высшей силе, что ты не хочешь завершать. Зачем тебе давать новое? Тебе очень хорошо в том, что ты находишься, понимаете? И она долго находилась, 4 года в таких вот отношениях. И в итоге все-таки она решилась и сказала, что мне такие отношения не нужны, я начинаю новую жизнь. И она закончила эти отношения. И у нее начались новые отношения. Ей Бог в высшей силе дал другому мужчину лучше, чем тот, который у нее был. И тянулась эта тягомотина 4 года. Ее все в этом начало устраивать. Вот это вам как пример. Надо избавиться от старого, а избавляешься, потом вам что-то дают. Это то же самое, как, например, для того, чтобы что-то серьезное получить, вот прибыль, какую-то денежную компенсацию. Вы сначала должны отдать. То есть отдать как? Это не значит, что отдать все свое имущество. Нет. Отдавать любовью, помощь кому-то оказывать, кому-то подарок купить. Вот это не обязательно всю зарплату купить подарок. Ну то есть подарок отдавать, например, вы получаете 15 тысяч, например. Отдайте за на тысячу подарок, на тысячу, на полторы. Вы можете это себе позволить? Можете. А некоторые не отдают это. Вот. И считают, что им кто-то должен подарить на полторы тысячи. А вы сначала отдайте, а потом вам подарят не полторы, а на две и на три подарят. То есть вот это закон так действует в нашем мире. Это не то, что там я что-то придумала. Нет. Это так закон. То есть отдаешь, тебе приходит. Разрываешь старое, приходит новое. Вот. Так что вот этим принципом попытайтесь воспользоваться. Тогда вы выберетесь вот этой трясиной, которая вас засасывает. Она может проигрываться у каждого по-разному. По-разному. Вот я в отношениях вам привела отношения, привела в деньгах. Вот. Измените свое мировоззрение, и тогда вы станете царевной лягушкой. Вот. Из лягушки в царевну превратитесь. Вот. Что-то новое придет в вашу жизнь. Поэтому вы стоите о распутье и думайте. Вот. Принимайте правильное решение. Так. Теперь о дорогах, о дверях, которые открыты вам на лучшую вашу жизнь. Открыты они вам. Да и вот вам Бог возможность открыть эти двери. Или все-таки вы останетесь в старых отношениях. Есть у вас возможность выбраться. Открыты вам для дальнейшего пути вашего. Для лучшего пути. Посмотрим сейчас. Вот смотрите, двойка, двойка, двойка мечей. Двойка мечей. Вот. Вот смотрите, вы как в трясине сидели. Вот там даже монашка, понимаете. Вы закрылись в своей трясине. Сидите как монах, как монашка. В своем внутреннем мировоззрении. Вот. И не даете возможность открыть дверь. Вот тут вам даже показано, что дверь открыта. Открывайте ее. И за этой дверью вас ожидает маленький. Вот смотрите, новая жизнь, сюрприз, ребенок. Ребенок ожидается дива. Ребенок это дива. Ожидается очень новое что-то хорошее. Дети это к радости, к счастью. Вот. Только вам единственное, что нужно, это решиться открыть вот эту дверь. Дверь не как вот дверь квартиры, да. А внутреннее свое состояние. Открыть сердце для чего-то нового. Разрешить себе внутреннее. Разрешить. И тогда, ну, старое отбросить, а внутреннее разрешить себе принять что-то новое. И жизнь пойдет к лучшему ключу. Для вас небеса. Даже двери открыли. Пожалуйста. Только на земле у Бога рук нет. Здесь мы делаем все сами. Вот. Вам дается возможность. А остаться в трясении или открыть, это уже решаете вы. Понимаете? Потому что открывайте дверь и открывайте к новым своим возможностям. Теперь что нам дают послание стихий для скорпионов. Так, смотрим. Я не читала. Сейчас я почитаю. Почитаю это все. Так. Послание стихий. Это 16. Разрушение. Кризис. Крах. Разрушение. В разрушении таится огромная сила. Отпустите себя. Избавьтесь от всего, что мешает новому. То есть отпустите себя и избавьтесь от всего, что мешает новому. Вот. Здесь просто мелко написано, поэтому лучше слупы прочитать. Даже стихии, стихии, наши стихии, вода, земля, воздух. Вот оно вам советует, что отпустите все старое. И тогда новенькое к вам придет. Пожалуйста, всем удачи. Целую, люблю. Заходите на мой канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. Что способствует поддержанию моего канала. Всех целую, люблю. Всех пока.